Всем огромнейший привет, с вами Айс, и мы продолжаем прохождение визуально на вылоге, когда плачут цикады. Доброе утро, Кейти. А? Слушай, во сколько ты вчера лег? Нынче я проснулся в дурном самочувствии. По-видимому, мама подметила Сию, и с первого взгляда. Спалось хуже некуда, один за другим. То кошмары снились, то какие-то дурные предзнаменования. После каждого я просыпался, но так и не смог вспомнить ни одного. И так неприятно свербило по ложечкой, будто сны предвещали быть вскоре чему-то плохому. Так, тихо, тихо. До вчерашнего день за днём всё было весело, без всяких тревог. Так всё и останется. И всё-таки, беспокойство никак не стихает. Отчего же? Дурные сны есть отражение твоего собственного беспокойства. А не отражение душевных тревог, которых разум считает глупостью. Вспомнилось. Вчерашние зловещие разговоры с Шиона, а потом с Меон Даре... Эм... Асаташи. Точно. Именно после тех разговоров сердце окутали тёмные тучи. Если бы я решил дальше жить тихо да беззаботно, то и тихая да беззаботная жизнь продолжилась бы. И я понятия не имею, что на меня вчера нашло. Вообще, коль успокоиться и подумать, то ну какая может идти речь о том, что мир от моих неуместных вопросов вдруг возомёт да изменится? Вот-вот. За что меня судить, коль я и так раскаиваюсь и не собираюсь больше заводить таких разговоров? Да, для начала, насколько вообще мои вчерашние высказания могут переменить судьбу? Едва ли на малейшую чуточку? Вот-вот. Ничего не изменится? Ничего, ещё раз ничто. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну и смех. Жуть одна. Пойди умойся, спишь на ходу. С большим трудом я застала себя рассмеяться, однако из-за неодобрения матери все усилия пошли псу под хвост. До условленного времени встречи с Реной осталось совсем ничего. В спешке засобирался. Счастливо! Смотри, чтобы не сбила машина! Да, в Хиномизавии машин-то столько нет, чтобы их остерегаться. Выскакиваю наружу. Прикосновение утреннего воздуха освежило намного больше, чем умывание. Вот именно мы, Баракейти. Хватит себя казнить. Хватит. Соберись и дуй в школу, и будет тебе очередной полный веселья день. Полный смеха, весёлой суеты да забав. И я буду особенно внимательно заботлив к Сатаку, чтобы загладить вину. Правильно. Пока Саташа не вернётся её братик я. Доброе утро, Кейти Кун. Ни капли в ней от вчерашней Рены несущие жуткие бредни. Не стану вспоминать и вчерашнего, как будто и не случалось. А потом я отвечал... Потому я отвечал так жизнерадостно, как только мог. О, здорово, Ренна! Вижу ты, как всегда, рано. Доброе утро. Здравствуйте! С минуты на минуту должны были начаться уроки. Но странное дело, Сатак и Рикетян нет, так как нет. Играют где-то, однако на их местах не видать порфели, стало быть, действительно ещё не явились. Что за дела? Они опаздывают? Необычно. Как видно, Рена вовсю веселилась, представляя, как те будут оправдываться. Мен тоже пыталась представить, какую безумную отговорку те выдумают. А вот у меня сжалось сердце. Я отошёл в школу, надеясь, что дурное чувство исчезнет, если увижу Сатака и Рикетян в добром здравии. Стало немного не по себе. Здравствуйте, ребята! Староста класса, ваше слово! Встать! Пришла учительница. Лишь тогда из коридора прослышался быстрый топот. От грохотом отошла дверь. Первая улетела в класс Рикетян, а за ней Сатака. Нет, Сатака не видать. Позноватого Фуруде-сан, а где Ходзё-сан? Опоздание Рикетян диковинно само по себе. Но ещё диковинит, что вообще не явилась Сатака, в которой жизнь обычно ключом кипит. От таких дикой навести у всех глаза на луп вылезли. К Сатакой придёт попозже. Э, наверное. У неё жар? Учительница подошла к Рикетян и зашепталась с неё о чём-то. Ха-ха-ха-ха-ха! Рикетян опаздывает! Сатака прогуливает! От ней сейчас такое увидишь! Наверно! И всё-таки, что же случилось с Сатакой Тиан? Простудилась, наверное? А вот почему именно тогда, когда мне больше всего хотелось видеть её весёлую физиономию? Тревога, не покидавшая меня с прошлого вечера сжала внутренности. Да чё ты распереживался, Кейтян! Понимаешь, в её возрасте девочкам частенько не здоровятся. Тут уж ничего не поделаешь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Мальчикам незачем рассказывать, Митян! Но он похабно заготывал. Обычно я бы посмеялся вместе с ней, но нынешним утром как-то не хочется. Между классным часом и первым уроком я решил поговорить с Фрей Кейтян. Эй, Кейтян, бедненькая, бедненькая, наругали тебя за опоздание. Нынче мой черёд тебя гладить. Мне самому нынче хреново, потому и понятное состояние, потому и стараюсь я быть веселее. Проводил Кейкутян по голове, как она всегда делала в таких случаях. Одна Кейкутян не просияла. И чё там, Сатака? То, что делась? Перезабудилась вчера вот и свалилась горячкой? Скажем, а так в лёд бы поверили, успокоился. Ммм, однако Кейкутян выглядело чем-то подавленным. И оттого лишь пуще разгорелось моё беспокойство. Так, так, так. О некоторых вещах парня знать попросту не положено. На место, Кейтян, на место! И он, пользуясь властью главы класса, оттащил меня на место. А Кейкутян тут же снова устраивался в парту с унывым видом. В недавних словах Кейкутян о том, что Сатака придёт попозже, наверное, есть странность. И правда, они же живут вместе. Да с чего же та говорит, словно сама не знает. Наверное? То, что причина её отсутствия не из натрия, урод ещё сильнее. Проклятия, да что за хрень такая сегодня? Похоже, день с самого утра не задался. Кейти-кун, в чём дело? Ты с самого утра невесёлый какой-то. Заметив моё состояние, Рена заговорила со мной, выждав, пока учительница отвернётся. А, а что, так дурно выгляжу? Да, настолько, что я не саму и не весело. Хотел бухнуть что-то вроде, ну так, не смотри на меня. Ну, даже на это настроение не хватило. Расскажи, а? Не знаю, смогу ли помочь, но выслушать обещаю. И ни за что не стану смеяться. С такими словами она повернулась ко мне и приготовилась слушать. До вчерашнего дня ничего не происходило. Всё было весело, здорово. Э? Налички Рены привлекнуло непонимание, но она молча слушала дальше. Весело, беззаботно, каждый день праздник. Я не беспокоился ни о чём. Угу. Верно, каждый день радость. И завтра тоже будет весёлый день. А то уверена, что прям так и будет. Э-э-э. Рена смешалась, не нашла ответа. Она, ну и понятно, я сам не вполне понимаю, что пытаюсь сказать. Вообще-то была у меня тревога. Вот из-за того, что каждый день столь весёлый, вдруг когда-нибудь они, ну, как лампочка разом перестаёт светить, кончатся. И станет темно. Ого, Рена немного тебя понимает. Рена мягко кивнула. Мы по опыту знаем, что хорошее не может быть вечным. Вот и боимся того, что будет, когда веселье повернётся спиной. Это грустно, да? Но как раз потому, что боимся, мы пытаемся каждый день сделать радостным. Ты права. А вот потому-то и нет ничего плохого в том, что Кэти Кун хочет, чтобы веселье никогда не кончалось. К примеру, да. Скажем, вдруг завтра извержение вулкана, и мы все умрём. Эй, слушай-ка, ты так не говори. А ты, Кэти Кун, один из всех выживешь. Какова тебе будет? Каково, Хм, я пытался представить себя единственным выжившим в разрушенной Хинамидзаве. На каждом шагу кучами останки стен, мусора и мёртвые тела друзей. Страшная картина. Очень. Горевал бы я из-за того, что друзья мёртвы? Или же из-за того, что не погиб вместе с ними? Как знать, но горевал бы наверняка. Мне бы душу вывернуло наизнанку. Прежде всего, я бы зарыдал. И подумал бы вот что, да? Если тому суждено было случиться, мне следовало проводить все дни с полной отдачей, ни о чём не заботясь. Верить не хочу, что такая страшная участь может быть суждена. Впрочем, так и подумал бы, может. А если радостные дни когда-нибудь и закончатся, всё равно никто не знает когда. Так не лучше ли не омрачать их тревогой и жить как можно счастливее так, чтобы не пришлось жалеть, если завтра всё неожиданно кончится? И правда. Да. Осознать это трудно до жути. Многие не считают ежедневное счастье чем-то особенным. Ни капельки не сомневаются, что завтра будет то же, что и сегодня. И потому перекладывают сегодняшние дела на завтра. Они могут сделать доброе дело сегодня, а оставляют его на завтра. И следание осталось от привычной, смешливой и радостной Ренны. Ренны приняла мои волнения очень близко к сердцу. Пусть и немного, но это радует. Но Кейти Кун понял. И это замечательно. Так что тревогой своей дорожи. Дорожить тревогой? Именно. Вдруг мы завтра и вправду умрём всё и до единого. Потому постарайтесь сегодня отдать остальным столько добра и заботы, сколько сможешь, чтобы не жалеть, когда конец всё же настанет. Сама так делаешь? Чтобы не жалеть, если всё завтра помрут? Ого. Просто кивнула она, не обращая внимания на изрядно утрированность вопроса. Рена знает, когда-нибудь все весёлые дни возьмут и кончатся. Рена знает, никто не обещал, что если день сегодня весёлый, то завтра будет точно таким же. А потому живёт. С полной отдачей. Каким-то образом Рена всё поняла про мою тревогу, которую я и сам едва бы смог подобрать описание. Не только поняла, но и показала, что надо с ней делать. Ох. Слушай, мои баракеди, ну чего у тебя глаза уже на мокром месте? Ночью, мне кажется, приснился сон про Сатака. Не помню, что именно снилось, но с самого утра тревожно. И ты решил, что тебе станет лучше, когда увидишь Сатакотян весёлый? Не так ли? Точку. Соберись тут с улыбками на лицах весь клуб. И тяжёлую мглу из груди, как ветром выдулоб. Тогда просто будет Сатакотян подобрее, когда придёт. Хотя это всё равно, в общем-то, может даже снова её подразнить. Главное, чтобы вам было весело. И то верно. Живи так, чтобы не жалеть, если радостные дни вдруг оборвутся. Всё же я так и не понял, стало ли мне лучше от слов Рена, или наоборот беспокойнее. Впрочем, их оказалось достаточно, чтобы твёрдо... Я твёрдо решил сказать Сатаке что-то хорошее, когда увижу её. Не изменяя привычки на обеденной перемене, первым делом сдвигаем парты. Сатака нет. Но она на столе стоят пять коробок. И Катян принесла обед и на Сатака. Сатака должна была к обеду прийти. С Икатян явно творилось что-то неладное. Даже когда мы к ней обращались, она как будто находила где-то далеко и не слышала нас. И Катян первый раз выглядела столь безрадостно. Так что и мы как-то все поскучнели. Знаешь, Рена, я отлично понял, о чём мы с тобой говорили на том уроке. Я буду веселиться по полной вместе со всеми, чтобы не жалеть, если мимо вдруг придёт крышка. Только вот я так решил, а вместе не все. Не слишком ли внезапно? Ну, как поверить, что вчера прошёл последний весёлый день, что больше не будет? Где тогда вулканическое извержение, где землетрясение, где хотя бы пожар? Сикады поют всё так же, как и вчера, и солнце по-прежнему сияет в небе. Не изменилось ничто. И всё же, почему? Тут в поле зрения сплодли и начали медленно приближаться к носу палочки Рены, а потом стремительно нырнули в мою коробку и выхудили кусок жареной курицы. Раз никто не хочет, то Рена съест. Вкусненько! Рена положила в рот сразу весь кусок и с выражением блаженства принялась его пережёвывать. Тьфу, вот маху тут дядька Мион дал. Позвольте Рене урвать первый кусок. Ну и ладно, дядька тогда возьмёт вот ту крошечную котлетку. Мии, вот и не осталось у меня второго. Наконец-то залыбавшаяся вновь Айкотянка полезла палочками в ещё чью-то коробку. Рена подмигнула мне, ошеломлённо взирающему на столь скорую смену настроя. Давай, Китикун, веселись по полной. Так, чтобы даже завтрашнее извержение вулкана ни по чём было. Да, вы чё, шутите? Ризда, маринурные сливы мне оставить хотите? Фиг там, тефтеля моя! Со страшным трудом растягивая щёки в дурацкую хмылке, словно пытаясь себя обмануть, делаю вид, что мне жутко весело. Но потом сам увлекаясь и нужда делать ветер падает. Сатака не было с нами. Ну, не успел я их глазом моргнуть, как обед стал привычным обедом. Веселье, смех, подшучивание. Спасибо, девчата! Так и должно быть. Чтобы, когда Сатака появится, её встретили самые ослепительные наши улыбки. Чем больше смеялся, тем больше чувствовалось, что тревога, сидевшая в груди с утра, понемногу рассеивается. Знаете, говорят, весёлому и удача рада. Как же знаем. Была бы то правду дядька, и он смеялся в день и ночь. А Рена считает, правда. Если каждый день смеяться, то и весело каждый день будет. Но Рена диалогом молвит. Тогда попробуем. Набрав полную грудь воздуха, мы, обнявшись за шею, прыгнули друг к другу. И... Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Взорвались громовым совмехом, надрывали животик, и будто выталкивали себя что-то тяжкое, что хранили в глубине живота. К тому времени, как опустили коробки с обедом, всё пришло в норму. А на этом мы заканчиваем чудные серии прохождения. Визуальные новеллы как доплачут цикады. С вами была Айсь. Всем пока-пока. Продолжение следует...